Вот у меня сегодня аудитория. Первый раз. К моему стыду, во-первых, первый раз, что я встречаюсь с нашими пионерами, да еще лучшими. А с другой стороны, вашими лидерами пионерской организации и нашего комсомола, я так правильно понимаю? Да, все верно. Вот очень сложные аудитории обычно. Но тем не менее, давайте поговорим. Прежде всего, хочу вас всех поздравить с великим праздником. Сто лет нашей пионерской организации. Вы еще совсем юные и, ну, можно сказать, стоите у истоков воссоздания, возрождения по-настоящему пионерской организации. Настоящей. Я все-таки вот чувствую, у меня чувство такое, что, наверное, вот прошлый этот год у нас будет таким очень активным. И среди молодежи комсомольской нашей организации, БРСМ. И у вас, у пионеров, самым-самым активным будут эти годы. Поэтому, естественно, вы у истоков, начали, возрождение. Но сто лет. Я, например, был и октябренком, и пионером. И вообще считаю, что вот мои детские и, как говорят, юношеские годы, они пришлись на самый расцвет пионерского движения. Пионерия, октября, так и комсомольцы. Это было самое-самое время. Во-первых, после войны уже прошло достаточно времени, больше 10 лет. Поэтому еще наше поколение помнило, что такое война. Из рассказов наших родителей. Патриотизм был определенный. Я даже помню, когда мне вручали пионерский галстук красный. И учили завязывать узел. Ну вот правильный узел, я смотрю, у всех завязано правильно. Бывает так, крест-накрест, то как правильно надо повязывать пионерский галстук. Меня этому учили. Я помню, когда я сам выглаживал этот пионерский галстук. И мы очень редко, я даже не помню, что такой случай был, чтобы я пришел в школу без галстука. Это было несколько обязательно. Но никто нас не заставлял. Мы уже сами, как говорят, в крови у нас было. Вот галстук обязательно. Поэтому у меня было поначалу два галстука. Один в стирке, второй я хотя бы в деревне. Понимаете, что та деревня, это не нынешняя деревня и не город. Но тем не менее, галстук это святое. Поэтому я вспоминаю свои вот эти годы пионерские. Это были самые счастливые годы. Почему счастливые? Потому что они беззаботные. Тогда ни о чем не думал. Непросто было. Не так, как вам. Вам полегче. Мне было посложнее, потому что в деревне, потому что много приходилось трудиться и работать. И все пионерские времена. Вот я наблюдаю за вами по телевизору иногда выступаете. И у вас такой некий крен, ну, как вам сказать, спорт, развлечение, веселуха. Я не помню, что вот меня спросили, ну, о вашем впечатлении пионерских. Я бы не сказал, что мы уж там веселились крепко. Да, мы беззаботно как-то жили. Спорт был в жизни с первого до последнего дня, с утра до вечера, если ты был свободен от работы. В сельском хозяйстве, ну, в деревне работы было много. Поэтому в основном это труд. В основном это труд. Ну, и обязательно, что мы помним. У нас просто это насаждалось в школе. Помощь старшим. Стариков мы не забывали. После войны их было очень много, и раненых, и одноногих, и одноруких. И нужно было помогать. Поэтому мы, малыши, старшим помогали всегда, вот, пришедшим с войны. И вообще уважение к старшим было потрясающее. Это тоже впечатление из тех времен. Поэтому вот это вот все осталось в памяти. И хочу вас предупредить, вот, все, что вы делаете сейчас в этом возрасте, это остается навсегда. До смерти остается. Все помнишь в деталях. Даже если не хочется что-то вспоминать в свои те годы, все равно помнишь. Поэтому смотрите за тем, как вы живете, как будете жить. Скажу вам откровенно, нам предстоит серьезно отстроить работу пионерской организации в целом и нашей молодежной организации. Самый большой недостаток, что пионеры и пионерская организация слабо привязаны к комсомолу, к молодежной организации БРСМ. А они не очень интересуются вашей жизнью. У нас было железно. Комсомольцы, это старший брат, это организовывают, ведут за руку, вместе. То есть из пионеров растили новое поколение молодежи. У нас еще слабовато с этим делом. Но это и мы виноваты. Должен сказать, без молодежи, без Белорусско-Распульканского союза молодежи, без комсомола, по-старому говоря, мы можем потерять просто пионерскую организацию. Ни одна власть с этим не справится. Этим должны заниматься ваши старшие товарищи, комсомольцы. Я вот вижу тут начальники у нас присутствуют. Не только ты, вон, с большими портфелями, да, и что там, вот-вот-вот. Посмотрите на них. Я думаю, после нашего разговора будут заниматься молодежь, юношами. Отстроим мы эту систему, и она должна быть не хуже, чем в те времена. Тогда у нас будет достаточно патриотов. И знаете, еще о чем думаю? Если раньше, ну, обязательно принудительно, или как-то все-таки все были октябрятами, пионерами, ну, тогда и вопросов вообще-то не было. Быть пионером, не быть у родителей. Никогда не было вопросов. Когда распался Советский Союз, мы все-таки допустили, наверное, приличную ошибку. Все, свободно, давайте вы там определяйтесь. Кто хочет пионеры, пожалуйста, кто не хочет, не надо. Может быть, это и правильно, что надо определяться вам самим, быть пионерами или не быть, вместе с родителями. Но все-таки ориентир должен быть, направление должно быть соответствующее. И что у нас получилось? Я к чему это все клоню? Я об этом думаю. Может, это не так, может, я ошибаюсь. Есть школа, есть класс. У нас, большинство в классе пионер. А 5-6 человек у оппозиционных родителей, так всегда бывает, они не пионеры. И родители вообще не приемлят пионерского движения и пионер. Считаю грубейшей ошибкой этих родителей. Грубейшая ошибка. Потому что уже на этом этапе эти дети в пионерском возрасте, они не получают то, что получают большинство, остальные. И они, ну, не то, что угнетенными оказываются, а они какие-то, ну, там, в стороне. Вот с этим нам надо работать. Надо работать в школе. И без вас, пионеров, ребята, мы не справимся. Надо этих ребят подтягивать в себе. И может быть, по причине того, что родители у них такие, не стоит на них наезжать, смеяться с них там, ну, как-то унижать их, что вы вот такие и так далее. Их надо подтягивать к себе. Ну, пусть они, может быть, без галстаков будут пока. Пусть они будут, может быть, не пионерами в силу того, что родители такие. Но вы все-таки не должны делить класс на себя и их. Надо все-таки их тащить к себе, чтобы они были с вами, чтобы они были вашими друзьями. Они ведь наши маленькие граждане Беларуси, а завтра настоящие в юридическом плане граждане Беларуси. Поэтому с этим надо работать. А вообще время интересное. Время выбрало вас, прежде всего. В ваших руках будущие страны. И вы должны свою страну сохранить. Вот Беларусь – это кусок большой земли в центре Европы, где вам придется жить. И нигде, нигде, чем на своей земле, вам лучше не будет. Знаете, у нас были времена разные. Вот в 20-м году тут попробовали нас расшатать. Некоторые несогласные сбежали из страны. Мы их беглыми называем, взрослые. Ну, может, вы слышали. Конечно, слышали. И вы знаете, я переживаю за это. Получаю информацию. Многие из них очень хотят вернуться домой. Они знают, как. Во-первых, стыдно, неудобно. Сбежали, а теперь… А как вернуться? Ну, пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются. Так, где-то тут служба безопасности. Ребята, откройте сок. Баночки эти. Потому что взрослым трудно открыть. Я смотрю, ребята не откроют. Вот, пооткрывайте им. Пусть пьют сок. Что, не справляетесь? Тяжеловато? Нет, она… Октября-то точно. Нет, это неправильно открываете вы сок. Несите сюда. И союз молодежи не может. Ну, неси, неси мне баночку. Я тебе покажу, как надо легко открывать. Во-первых, ты должен его страхнуть. Перевернуть. Вот мизинцем держишь. И несколько раз ударяешь здесь. И потом легко отворачиваешься. Ну, этот парень очень крепкий. Он может и без этого открыть. Так, ну все. Сейчас вы запустили. Сейчас наши все ребята будут стучать по баночкам. И открывать их. Вот видите, я помню пионерские времена. И до сих пор у себя дома кое-какие плоды выращиваю. И прошу, чтобы сделали сок. Поэтому это соки с моей Родины. Но я же пришел к вам в этот святой и светлый праздник столетия нашей пионерской организации не для того, чтобы о себе рассказать. Вы уже, может, кое-что знаете обо мне из рассказов старших. Но я готов слушать вас и отвечать на ваши вопросы. Ну, Александр Григорьевич, наверное, в первую очередь, позвольте поблагодарить на вас за такой неожиданный и приятный подарок. Действительно, такая встреча впервые в современной истории Республики Беларусь. Для нас это было очень почетно и значимо. Тем более, в такие даты 100-летнего юбилея. Здесь у нас ребята присутствуют. Ну, это ты уже так, по привычке поблагодарить, позвольте. Да не благодарить. Ребята, по привычке. Я это искренне говорю. Не меня надо благодарить. Я же сразу в начале, так, знаете, политики, они хитрые. Я тоже с хитрецой. Что, к сожалению, я первый раз встречаюсь со своими пионерами. Надо было бы давно. Я должен вас благодарить за то, что вы пришли ко мне и теперь в моей президентской жизни будет страничка. Я могу отчитаться потом перед молодежью. Вы вырастите. Скажем, а я с вами встречался. А я с пионерами встречаюсь. Поэтому для меня это важная встреча. Очень важно было встретиться и послушать вас. Все-таки вы на голову выше тех пионеров в те годы, в которые я был пионером. Вы совершенно на нас не похожи в том возрасте. Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать, очень многого вам не хватает. Нет той жизни, которой жили мы. Вы, ну, во-первых, вы городские, в основном, столичные. А если из села, то тут трудно понять, кто из села, кто из города. Уже настолько вы продвинутые и разницы между вами нет. А если раньше было деревенского пионера посадить рядом на стульчик с городским, то разительно отличались городские от деревенских. Сейчас почти нет разницы. И еще очень важно то, что нигде, так как в Беларуси, не сохранились вот эти пионерские традиции. Пионерские и даже комсомольские организации на постсоветском пространстве полностью разрушены. Они заменены разными формами. Ну, это так, для рекламы, как в народе говорят, для цепки чего-то сделали. А мы сохранили свою пионерскую организацию. Моя была инициатива не забыть октябрят. Потому что, когда я стал президентом, давным-давно уже, встал вопрос, а с октябрятами что делать? Я говорю, да ничего. Не надо с ними ничего делать, надо сохранить. Ведь это хорошая организация для детей. Дети учатся быть организованными и жить в обществе. Это главное. Октябрят и потом пионерам. Ну, скажу откровенно, власть не очень вникала в вашу работу. Поэтому и поэтому нам надо было сегодня встретиться. Это все-таки сигнал для общества, что президент видит вас, понимает. И он видит вас вообще в жизни нашей общественной. Это очень важно. Поэтому я вас должен благодарить за эту встречу прежде всего. Ну, а то, что я сюда пришел, ну, это моя работа. Не только твоя, но и моя. Ну, вот, да, вы затронули тему, что здесь у нас представители всех регионов Республики Беларусь. Это победители наших больших проектов, участники вчерашнего фестиваля, который здесь у вас по соседству проходил. Территория детства. Более двух тысяч ребят посетили этот фестиваль. Мы наградили лучших, выбрали пионер года. Но также на встрече, конечно, стоит отметить, что связь поколений все равно мы стараемся сохранить. И здесь присутствуют как октябрята, так и пионеры. И, конечно, наши старшие товарищи Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Ну, я думаю, ребята уже заждались своего часа задать вопрос. Ну, подожди, прежде чем вопрос, может, ты что-нибудь скажешь о пионерской организации, покритикуешь власть, предложишь что-то, прежде чем ребята зададут вопрос? Наверное, критиковать... Критикуй, критикуй, есть за что. Критикуй, предлагай. Да, это точно. Поэтому, вы знаете, на протяжении пяти лет мне посчастливилось возглавить эту организацию. И очень здорово, что при поддержке Министерства образования наша структура представлена в каждом регионе, в каждой дружине, в каждой школе. А в областях? В областях это полностью педагоги на общественных началах, которые работают методистами, заместителями директоров учреждений домообразования. А в области как называется подразделение? Областной совет. Областной совет. Республиканский, областной, городские районы? Городские районы и дружинные уровни, да. Но там же на общественных началах учителя работают, да? Да, как и в областных советах, это тоже общественная нагрузка. Понятно. Теперь понятно. Ну, в принципе, наверное, пока так мы оставим, пока не отстроим, не обратим внимание, о чем я сказал в начале, в правительстве, администрации, президента, пока мы не отстроим структуру и систему комсомола и пионерии. Вот это вместе нам надо сделать, и до конца года нам желательно тут полностью закончить эту работу, чтобы звучание придать определенное, но начинать надо с молодежи комсомола, БРСМ. Здесь БРСМовские организации, комсомольские, как-то было когда-то, должны пронизывать всю жизнь молодежи. Сельская рабочая, студенческая молодежь и так далее, сферы образования, торговли, разные были направления. Не было такого, чтобы ты не был комсомольцем в свои годы. Если ты не был комсомольцем, ну, это чудо было. Сразу думали, сразу подозревали, как-то ты не комсомолец. Значит, у тебя что-то не то. Сейчас это... Но для того, чтобы молодежь комсомол уважала, ценила, мало того, чтобы руководство было на уровне, мало. Надо комсомол загрузить такой работой, чтобы молодежь стремилась туда. Должно быть движение вперед, и мы должны с тобой отстроить отстроить по-настоящему структуру, и самое главное, избавиться от формализма. Вот этого формализма быть не должно. Надо от этого уйти и сделать так, чтобы организация и пионерская, и комсомольская была привлекательной для молодежи. Вот наша задача. Игорь Петрович, приступайте, организовывайте. Это серьезный вопрос. Мы очень упустили эту работу. Вот и весь патриотизм, он начинается здесь. Вот с этих вот, казалось, малышей. Они уже все понимают. И они сейчас, у них фундамент должен уже закладываться. А не тогда, когда они уже в ВУЗ поступают, или идут в какое-то другое среднее, другое профессиональное училище. Ну что, ребята, начнем наш разговор. И у нас в пионерии уже на протяжении многих лет пользуется популярностью такой формат, который называется «Встреча на все сто». Когда взрослые дети разговаривают на равных, не боятся задавать вопросы. А что бояться? Вы что, испугались, когда я пришел сюда? Нет, уже расслабились. чтобы вы не испугались. Все-таки у меня навыки учителя остались еще. Поэтому я пытаюсь вас так расслабить, как ты сказал. Да, и поверьте, таких вопросов много. Ну и кто же будет первым? Ну да, вы их уже подготовили заранее, я знаю. Но это не значит, что эти вопросы... И все. Может, у кого-то будут и другие вопросы. У других другие вопросы. Поэтому имейте в виду, если вы захотите что-то сказать или спросить, пожалуйста, спросите. Если очень будет плохо, то мы по телевизору не покажем. Но здесь обсудим. Но здесь обсудим. Главная идея моего проекта «Лента времени» – это увековечение памяти земляков, погибших в годы войны, через историческую реконструкцию событий в Полском регионе. Проект включает массу тематических мероприятий, а финальным и самым масштабным является военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, а именно подвиг героя Советского Союза Татьяна Мариненко и деятельность партизанской бригады «Неуловимая». Для воссоздания картины событий данного периода в нашей школе была создана творческая группа педагогов и учащихся – Клуб военно-исторической реконструкции «Память». Я считаю, что военно-историческая реконструкция – это своего рода машина времени, которая позволяет не только участнику действия, но и любому зрителю перенестись на много лет назад и прочувствовать все тяготы партизанской жизни и быта. У людей на слуху фамилии Гастелло, Карбышев, Космодемьянская, но во всех регионах Беларуси были и есть свои герои, совершившие немаловажный подвиг. Приглашаем вас, Александр Григорьевич, посетить реконструкцию в нашей школе и, возможно, после этого такие реконструкции проводить повсеместно. – Я постараюсь. В Полоцке, да? – Да. – Ну, будучи в Полоцке, я постараюсь. Но я не обещаю. – Хорошо. – Потому что скажете потом, вот, пообещал, не приехал. Я постараюсь. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня где-то даже справка была по ленте памяти. Я думаю, что вы что-то за лента памяти. Оказывается, это идет из Полоцка. Очень хорошее дело вы делаете. И ты очень правильно сказала. Мы знаем там Зою Космодемьянскую, Гастелло, других. Но поверьте, это на слуху раскрученные, как все говорят, герои. А огромное количество, тысячи, тысячи людей того времени, которые совершили не меньшие подвиги, чем они, но о них никто не знает. И если вы этих людей поднимете, герои живы, пока о них говорят, пока помнят их имена. Это очень важно. Поэтому я вам очень благодарен за такую инициативу. И вы знаете, это хорошее дело для любой школы нашей. Потому что годы войны нет того места, где бы она не прошлась так по-настоящему по нашей территории. И не дай Бог это повторить в наше время. Я вам скажу даже, думаю, что невозможно, чтобы эти годы войны, те, которые были, и то, что выдержал наш народ, повторилось сегодня или завтра. Это невозможно. Потому что время совсем другое, и войны совсем другие. Вот то, что было тогда, на территории Беларуси особенно, самая пострадавшая республика, этого не будет ни сегодня, ни завтра. Спасибо большое. Поэтому спасибо за приглашение. Здравствуйте. Меня зовут Лухверчий Георгий. Я член клуба юных спасателей пожарных «Прометей». Я принимаю активное участие в конкурсах, которые проводит МЧС. Откуда ты сам? С города Борисово. С Борисово. Я мечтаю стать пожарным. Я конструирую модели пожарных машин. Профессионализм, честь и отвага. Это девиз пожарных Республики Беларусь. А какой девиз у вас, у президента Республики Беларусь? Ну, я бы согласился с твоим девизом, но у меня девиз более такой общий, более обширный. Только вперед. Спасибо. Как у Союза молодежи. Только вперед. Почему я говорю только вперед? Запомните, ребята, для вас очень важно. Ни в коем случае, ни в коем случае вы уже это поймете. Нельзя останавливаться. Жизнь очень быстрая, бурная, кипучая. Я и взрослым говорю. Остановился. Там позади вас такая толпа затопчет. Или просто вы отстанете. Будете там где-то плестись, вас будут толкать и прочее. Поэтому только вперед. Каждый день понемножку, потихоньку, но только вперед. Никогда не останавливайтесь. Особенно вы. Вы же лидер. Если вы хотите быть лидерами, а лидеры это только впереди. Смотрите, чтобы вам на пятки не наступали. Отстанете, другие лидеры будут. Поэтому только вперед, только вперед. Я вот сказал, только вперед. Но я еще буду думать. Я, честно говоря, не готовился отвечать на такой вопрос. Может, у меня еще какой-то есть девиз? Но в союзе молодежи он звучит только вместе и только вперед. Ну, вместе это понятно. Потому что вы видели, что я на все выборы шел вместе. Вместе, вместе, вместе. Это понятно. Но если у молодежи такой девиз, так я еще не совсем стар. Хорошо? Я согласен. Я тогда буду везде продвигать этот тезис. Только вперед. И ну добавлю. Вместе. Вместе обязательно. Ирина, мы как раз затронули тематику выбора профессии. И как раз таки совсем скоро ребята будут с ней определяться. Поэтому тебе слово. Сейчас очень модно быть юристом, экономистом, либо блогером. Но лично я хочу стать переводчиком. Мне очень нравится изучать английский и общаться с интересными людьми. В каких специалистах нуждается наша республика? Ты знаешь, специалисты нам нужны все. Но, вы знаете, у нас нет столько природных ископаемых, полезных ископаемых, за счет которых можно жить. Нефть, газ, золото, металлы и прочее. Мы это все покупаем. А жить за что? За счет мозгов людей. Поэтому наша голова, наши мозги – это главное орудие труда, если можно так сказать, в Беларуси. Поэтому все профессии хороши. Все. Но важны профессии, которые дают развитие нации. Нам надо шевелиться. Поэтому мы создали IT-индустрию, IT-сферу. Мы рванули в космическое пространство. Там работаем вместе, особенно с россиянами сейчас. Искусственные спутники Земли создаем сейчас. Подбираем космонавтов, которые полетят в космос и так далее. Биологическое, БНБК. Это в сфере биологии национальная корпорация в Беларуси создана. Вот самые передовые направления, где без науки не обойтись, вот эти профессии более востребованы. Потому что это поможет нам быть в авангарде, впереди, а не плестись в хвосте. Потому что если мы отстанем, нас вот эти нефтяные гиганты и газовые и прочие золоторудные, они нас просто угробят. Нас даже видно не будет. Поэтому мы должны бежать впереди, чтобы они нас не придушили, не придавили. И вот эти профессии будут востребованы. Самые передовые профессии. Ребята, не потеряйте это время. Все, что вы должны сделать сейчас, это надо сделать. Потом вы не сделаете это. Сейчас очень тяжело. У вас самое тяжелое время. Противно это учеба. Утром просыпаешься. Однообразие. Зубы почистил, перекусил, побежал в школу. Иногда проспал, не поел. Все это мы проходили. Это трудно. До совершеннолетия, до 17-18 лет самое тяжелое время. Но вы же совсем еще юные, здоровые. Надо вытерпеть. Надо выдержать. Потом будет легче. Когда вырастете, будет легче. Если будете заниматься любимым делом. Вот вы сказали про космос. Действительно, сейчас ведется большая работа по добору космонавтов. И у нас есть предложение. Александр Сергеевич, первый секретарь. Что полететь? Хочет полететь в космос, но стесняется, не знает, как об этом сказать. Если есть такое поручение ваше, мы бы министерство образования организовали бы в движении кандидатуры Александра Сергеевича. Не вопрос. Сейчас идет подбор кандидатов, но не факт, что он выдержит экзамен в России. Тут уж я могу помочь и отправить его в КОН, но я это делать не буду. Если победить, да, но нас попросили россияне, и Путин мне постоянно об этом уже говорит, он уже это усвоил. Вот нам бы говорить женщину из Беларуси. В космос надо женщину. И встречаясь с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в последний раз, мы с ним дружны. Он мне все время говорит, Александр Сергеевич, подберите женщину, подберите. Поэтому у него будет конкурент еще и по половому признаку женщина. Уважаемый Александр Григорьевич, ну, прежде всего, Андрей Иванович, спасибо. На самом деле, если Родина скажет, и тут, я уверен, и пионеры наши, и октябрята, и комсомольцы выполнят любую задачу. Ну, прежде всего, позвольте вас поблагодарить. Ты на нее намекаешь, она не хочет конкурент. Я не полечу. Александр Григорьевич, мы подберем кандидатов, и в том числе... Нет, но если ты хочешь поучаствовать, это прилип. С удовольствием, я считаю, что... Но это не значит, что ты слетаешь, заизвездишься и бросишь свою работу. Вот вы когда-то, Александр Григорьевич, сказали очень для меня, вот мне прям врезалась эта фраза, ставьте перед собой самые амбициозные цели и задачи. И в процессе ее достижения вы будете достигать таких результатов, которые у вас уже, может быть, даже не будет важна та сама задача, потому что будете достигать. Поэтому, Александр Григорьевич, будем так делать. Ну, и позвольте... Ну, вот один кандидат у нас есть. Знаменита наша встреча тем, что мы уже одного кандидата имеем. Мы даже, ведь я по первому образованию ученый, и разрабатывали мы как раз-таки боевую одежду для спасателей пожарных. И более 2,5 тысяч образцов уже на вооружении защищают, дорогие ребята, уважаемые главы государства, наших бойцов, спасателей. Но первый образец испытал лично. И наш знаменитый земляк Олег Новицкий, он, кстати, тоже знаком с разработкой, говорит, ну, в плане физмеха, там за бортом было бы интересно, любопытно посмотреть. Ну, там у тебя другой скафандр будет. Разработаем, Сергей Григорьевич. Научного потенциала в Республике Беларусь доставка. Хорошо, я поддерживаю предложение. Ну, уважаемые... Но ты не забудь, что министр тебе предложит. А то... Сувенир привезу. Александр Григорьевич, и позвольте вас поблагодарить за высокую оценку в начале нашего диалога. Мне бы хотелось, на самом деле, подчеркнуть, что с нами присутствуют руководители всех регионов. И, конечно, каждая крупица от поддержки на хоккей до нашей активной политической позиции у посольствия, конечно, развитие всех ключевых направлений, это все результат командной работы тех молодых людей, ребят, которые сегодня присутствуют. И верой и правдой будем служить вам, Александр Григорьевич, и нашему Отечеству, Республике Беларусь. Спасибо вам большое. Запомните. Я не хочу вам никаких тут наказов давать. Слушайте, вам уже это надоело и дома, и в школе. Все, наказы, наказы. Но помните. Все, что нужно сделать сейчас, в ваши годы, сделайте. Вы лучшие. Вы будущее нашей страны. Поэтому делайте каждый день что-то новое. Постарайтесь двигаться вперед. Не останавливайтесь. Вперед, вперед и вперед. Есть у вас возможность помочь отстающим? Помогите. Это в жизни вам зачтется. Делай добро, и оно к тебе потом вернется, сторится. Еще больше вы в ответ получите добра. Поэтому не отталкивайте от себя даже самых противных, как у вас принято говорить. Старайтесь сделать их лучше. Делая их лучше, вы сделаете мир лучше. А это мир для вас. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Александр Кузьмин, наш талисман, который сейчас красно-зеленого цвета, но у нас появляются и новые талисманы. И в 19-м году... Знаю, ты показывала его по телевизору, я имел честь видеть это. Ребята, это талисман современной пионерской организации, Рысенок Аганек. Рысенок. Его придумала девочка из Гомеля, а ребята взяли на вооружение и даже отместивали себе в настоящий талисман. Спасибо. Спасибо.